И после того, как он мне сказал доброе утро, он последовала речь. Он говорит, я звоню в полицию, потому что Рокки исчез, водитель исчез. Всё, говорит, я от него устал. И нафацинап, достаточно. Я боюсь за него, как бы у него не было второго инсульта. Он так нервничает, он сейчас чуть не упал, еле ходит. Нашли наш грузовик. Я сейчас мчу. Джордж сказал подъехать, где он. И там будем смотреть, что с грузовиком. Вон там полиция, вроде бы. А будем смотреть, что там повреждения или есть какие. В общем, мчу туда в ночи. Посмотрим, что. Короче, Джордж сказал мне не выходить из машины. Вон, видите, полиция. Вон наш грузовик стоит. Сказал не выходить из машины. Сказал, что водитель ещё здесь. Вон две полиции стоят. Да, Схан, что происходит? Я ждал, что полиция позволяет мне пойти в машину. Рокки чистит машину. Ты видишь, Рокки? Я видел его. Я спрашиваю, видел ли он водителя. Окей, и что будет с ним делать? Я не знаю, что они делают. Он говорит, что они не беспокоят, что будут с ним делать. Да, он говорит, как они закончат. Мы пойдём смотреть, что с грузовиком. Я говорю, что хочу посмотреть, что с грузовиком. Говорит, пока мы не имеем права заходить. Вау, вау, вау. Сейчас такой прикол был. Я подошла к полицейским, а разговаривал до этого по-русски с этим парнем, через которого у нас грузовик ездит. И с парнем я говорил по-русски. Подхожу к полицейскому и говорю, дайте я поговорю с водителем, потому что он меня слушается. А смотрю полицейский, так смотрит на меня и говорит, вы должны, может быть, я не переключилась с русского на английский. Вон водитель стоит, бывший. Вот, то есть иногда так начала на автомате на русском разговаривать. Что-то там в грузовике Джордж сейчас смотрел, что-то там двигатель загорается, он звонит другу, спросит, что. Вот там в грузовике такой срач, пипец вообще. Но это мы уже при дневном свете отвезем грузовик в мойку. Ой, ну геморрой, конечно, с этими водителями. Просто вот мы попали. Но мы вроде нашли водителя нормального. Ну все, Джордж запирает грузовик, а мы едем домой. Там в грузовике такой срач, пиздец просто. Это надо такой свиньей быть вообще. Везде распиханы пустые бутылки пластиковые из-под воды. Новый грузовик 170 тысяч долларов стоит. И такой срач там устроить. Ты же живешь, блин. Водитель же жил там в грузовике. Просто ты живешь. Ну как можно в таком сраче жить, блин. Вообще. Он уже, наверное, сто раз пожалел, что это сделал. У него это в рекорде будет все. Ужас. Убирали грузовик. Караул. Все напихано. Купе, СВ. Пожалуйста, холодильник тут. Полка нижняя, полка верхняя. Все. Вот тебе, пожалуйста, для микроволновки. Холодильник. Ведь засрали грузовик. Все здесь, пожалуйста, тебе для вещей. Спи не хочу. Живи не хочу. Так засрать вообще. Тут вам тоже еще столько всего. Дороже, чем некоторые дома в Техасе стоят. Смотрите. У некоторых дома дешевле, чем эта машина. Проверяет, проверяет, Джорджик. Все в порядке. Everything good, hon? Все в порядке. Ну все, он успокоился. Я теперь не переживаю за него. Просто он просто был настолько взбелененный. Караул. Замерзло все. Все замерзло. Сейчас прогулка. Скользко. Красота. Снег, как в детстве. И раунд. Хочу сказать, хотела поделиться с вами. Что-то у меня на душе так, не знаю почему. То, что вот с водителем, да, он же пошел жить в отель. Не знаю, вот у меня какое-то чувство. Мне его, вот мне жалко. Мне вообще людей почему-то жалко. Вот рассудите, он устроился к нам работать в июне. И он жил в нашем грузовике. Да, ну в общем-то, так бы отель ему стоил где-то 200 долларов в сутки. Или там квартиру снимать. То есть человек, в общем-то, он тратил летом, там было жарко. И он, естественно, грузовик все время работал. Потому что кондиционер. Но он сказал, что он, ну то есть то, что используется кондиционер, да, грузовик. То есть это все бензин тратился, солярка. Это все мы платили из своего кармана. Но он сказал, что он не включал летом грузовик для того, чтобы работал кондиционером. Потому что он не может спать в шуме. Но сейчас зимой, естественно, он включал печку. Потому что на улице такой холод. Поэтому вот этот парень, через которого, да, у нас ездит грузовик, он говорит, он каждый день 100 долларов уходили из вашего кармана. Потому что за бензин же платим мы. Вот. Ну и сегодня он все говорил, что мы ему 10 тысяч должны, 10 тысяч должны. Такого вообще не было. Он месяц, пока мы не ездили, пока грузовик не ездил, он месяц, просто три недели грузовик стоял, а у него жир. И Джордж говорит, что ты, говорит, к нему? Почему у тебя чувство жалости к нему? Я говорю, я не знаю. Он говорит, он жил в нашем грузовике, тратил бензин наш за наши деньги. Он бы мог себе снять подвал, бейсмент или что-то, да? То есть человек просто жил. И он придумал какую-то историю, что мы должны ему 10 тысяч. И мы сегодня, когда приехали, я подхожу и говорю, послушай, вот все записи, сколько мы тебе все заплатили. Он даже, он так, ха-ха-ха-ха-ха-ха, и даже не стал слушать. То есть человек просто на ходу выдумывает какие-то истории. И все равно, значит, когда мы пришли домой, я Джорджу говорю, у меня какое-то чувство... А, и полицейские его отвезли в отель. Он снял себе отель. Полицейские сказали, проверьте, все ли в грузовике там нормально. И все равно у меня какое-то вот чувство жалости. Я не знаю, почему. Мы все к нему были добры. Он, то есть, он, по идее, то, что он жил в нашем грузовике, каждый день 100 долларов на бензин шли из нашего кармана. Да, то есть он должен, по идее, был просто нормально работать. А он очень любит тусоваться в Америке. Он сам сказал, я Канаду не люблю, я люблю Америку. И он, когда туда ездил, вообще что, в чем была у нас проблема с ним? Он, когда туда ездил, он пересекал границу, и он не подходил к телефону. То есть слава, через которую у нас ездит грузовик, да, там товар, там нужно ехать, поднимать товар, он просто не берет трубку. Он просто тусовался, не брал трубку и тусовался, проводил там время, потому что ему нравится. Вот, он не торопился никуда. В семье у него нет, детей нет, он жил в нашем грузовике. Ну, не знаю, сегодня после этой истории, когда мы приехали, у меня почему-то какое-то вот ощущение, ну, какое-то неспокойствие какого-то в душе, не то, что неспокойствие, чувство жалости. Хан, why feel sorry about Rocky? Вот, Джош говорит, ты зря дать так думаешь, мы к нему очень были добры. Я, говорит, имел дело с этими водителем всю свою жизнь, и они очень неблагодарные. То есть все зарабатывали. Хан, why feel sorry about Rocky, still feel sorry? Я его спрашиваю, почему у меня какое-то чувство? Он говорит, это все он все неприятности устроил. Он говорит, это он все сделал, это он все как-то скруап, как это по-русски, ну, обосрал. Себе и нам. Да, он говорит, 4 дня просто сидел, вот когда грузовик исчез, просто сидел и никому не отвечал. Everybody tried, he didn't. So, you know what, I don't feel sorry for people like that. Он говорит, что это он сделал своими руками, он не отвечал. Ну, все его звонили. Вот, он говорит, мне не жалко таких людей. Смотрите, как подсобка украшена. Тут у нас все продолжают строиться таунхаусы. И вот так подсобка украшена. И помни, он говорит, что он стоил нам 100 долларов в день из нашего кармана за бензин. Да, я уже рассказала своим подписчикам. 100 долларов в день. Да, я знаю. Это, что он просто стоит у нас минимум. Смотрите, какие у меня ботинки прощеные есть. Помните, да, молнии такие? Теплые, их можно носить при 40 градусах. У меня я босиком их. Замшу или меху. А, стишки поиграй, не remember? Еще у нас, ребятушки, такие новости. Новый ковид какой-то в Англии. Два человека. How many people see this new ковид? Тут два человека заболели этим каким-то новым ковидом. Вот. Так что, я говорю, не было печали. Да, черт не качали. Да, в Британии полно этих людей, у которых новый ковид. Господи. Я говорю, сколько уже? Да? Уже год? Хан, вы не херстайм обауцкой в Лос-Квейд? Децембр обауцкайна? Выпал шип, Юр, помните, был теплоход, который нигде не принимали, на котором были ковидные больные? I remember the first time here was a ship, a crew, a cruise. You remember? Yeah. I remember some people see coid. I know what they want to accept them. You remember? Да, в прошлом году, первый раз, я услышала, что корабль, круиз какой-то был, лайнер. И кто-то там были больны, его никто не хотел ни в одном порту принимать. А теперь да. Вот какой-то новый ковид. Завязываю ушанку, замерзла. Не май месяц. This is much better. Ммм. 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 Ммм.